Доброе утро всем! Слава Богу! Потрясающее время! Переживаем здесь посещение. Вы знаете, не так просто узнать время посещения. Иногда время посещения мы можем не узнать. Иисус сказал, что горе вам, что вы не узнали времени вашего посещения. И время посещения должны были узнавать целые города. И они получали это слово от Бога, горе вам. Потому что вы не узнали время вашего посещения. Люди живут своей жизнью. Приходит Иисус в этот город. Слышно слухи о том, что кто-то исцелился. Что кто-то воскрес из мертвых. Что какой-то мессия, помазанник пришел. Говорит о себе, что он Сын Божий. Но я не хочу идти на это собрание. Я не хочу, потому что у меня сегодня плохое настроение. И все, каждый выхват из жителей этого города. Ни одного, ни от человека, который бы сказал, что это несправедливо. Они все получили слово. Горе тебе. Потому что ты не узнал времени своего посещения. Я не думаю, что Бог несправедлив. Я не думаю, что там был какой-нибудь человек, который сказал бы, это ко мне не относится. Бог, ты меня несправедливо осудил. Потому что на меня это пришло, но это несправедливо. Нет. Бог мог сказать эти вещи только тогда, когда это было абсолютно справедливо. Его праведность высвобождалась. И нам нужно узнать время посещения наших городов, наших народов и нас лично. Время посещения. Скажите, время посещения. Время посещения. И сегодня уже я слышал, что Бог посещает людей. Сегодня я слышал, получил свидетельство, что уже посещает на этом месте людей. Сегодня Он посетил одного человека, и Он его тряс. И здесь, на этом месте, вы должны пережить все. Мы все. Время посещения. И Он по-разному посещает людей. Кого-то Он посещает очень сильно. И Он кричит в его ухо. Кого-то Он трясет. Кого-то Он трясет не из-за Него, а из-за того, кто за Ним стоит. Кого-то Он посещает и обувает. А кого-то Он покрывает. Своим покрывалом милости. Покрывает, снимает все. Но каждый из нас должен пережить здесь прикосновение, время посещения. Возьмите это. И сподобьтесь, чтобы выхватить свою встречу с Богом на этом месте. У нас еще есть три дня. И Он говорит, я поражу их, и на третий день восставлю их. Господь сам поражает, а потом сам восставляет. Поэтому пусть Бог поразит тебя, а потом восставит. Не бойся, когда Бог поражает тебя. Лучше отгадить, дайся Ему. Написано, прибегали к Господу. Прибегал. Во всякое время прибегать. Он бьет, но я все равно буду уповать. И бежать к Нему. Время посещения. Я верю, что сегодня в Питер пришло время посещения. Потому что тот дух и то измерение, которое сегодня мы переживаем, я переживаю здесь. Мои братья переживают и сестры. Мы чувствуем, что это время... Нельзя сказать, что оно прекрасное. Нельзя сказать, что оно плохое. Это время судьбы. Не в том смысле, что оно хорошее. Что будет только все лучше и лучше. Так не скажет. Я не уверен, что будет все лучше и лучше. Вряд ли. А если честно сказать, не будет лучше и лучше. Но не будет их хуже, смотря с какой стороны посмотреть. Потому что пшеница восходит. Она готовится к жатве. И плевелы не смогут ее остановить. И Господь грядет. Это хорошая весть. Для кого-то это страшный, это смертоносный запах. А для кого-то это грядущий избавитель. И мы сегодня не можем сказать, что это хорошее или плохое время. Это время судьбы. Если мы поймаем эту возможность, этот шанс войти в эту дверь, то один день в это время он может поменять всю жизнь. Ход всей твоей жизни. Одно неправильное решение снесет тебя. И ты станешь просто человеком, который ушел в кувет. Просто человеком разрушенной судьбы. Я знаю прямо посреди нас людей, которые сделали неправильные решения. И они теперь не на славной тропе. Они сегодня на неправильной тропе. Они сегодня идут путем изгнанника. Потому что они избрали этот путь сами. Никто их туда не ставил. Никто их туда не выгонял. Они возгордились и отступили. А другие наоборот. Они просветились. Переживали давление, но остались верны. Стояли. Двигались дальше. Принимали решение снова в сторону Бога. Даже когда никто не протягивал руку. И Господь испытал их. И они устояли. И сегодня они сияют. Потому что они приняли правильное решение. И сегодня это время судьбы. Возьмите это. Сейчас нельзя делать ошибки. Сейчас нельзя баловаться с этими вещами. Сейчас нельзя принимать неправильное решение. Потому что это время вложения. Ты вкладываешь в будущее. Вы знаете, когда там на торгах что-то продается или разыгрывается. Ты не можешь пошутить. Что эту вещь ты купишь за полтора миллиона долларов. Ты не можешь забрать этот лот, если у тебя нет денег. Но также если у тебя есть финансы, это вещь, ради которой ты пришел и не показывал вида. Но ты пришел именно за ней. Ты охотник. Тебе нужно это спасение. И не только. Тебе нужна слава Божия. Тебе нужно этих два прекрасных предмета. И у тебя есть деньги. И сегодня прозвучала эта цена. Ты выдерживаешь до последнего. И потом забираешь это. Чего бы это ни стоило. Ты отдаешь все, чтобы взять это. Потому что ты за этим пришел. Поэтому это время, которое нельзя пропустить. Это время, момент. Лови. Потому что он имеет временные рамки. Я говорил, что это как опоздать на самолет. Пропустить свой шанс. Когда ты опаздываешь на самолет, очень много проблем. Во-первых, рейс непонятно, когда будет. Во-вторых, это потеря денег. В-третьих, там соединенные собрания, которые не состоятся. Ты подвел людей. Это большая проблема. Она влечет за собой последствия. И когда мы пропускаем свой шанс, когда Господь предлагает нам, мы не балуемся с этим, мы входим в проблему. И шанса, такого шанса стечения обстоятельств во Вселенной, когда Вселенная вся сделала все стечения обстоятельств, когда две луны в одном месяце и так далее, это все серьезно вообще. Поэтому шанс включает не только тебя и Бога, он включает Царство. Поэтому неправильно поступить, это подвести Царство. Эй, вы здесь сейчас? Посмотрите на меня. Не упусти свой шанс. Слава нашему Господу. Происходит перелом. Вы знаете, когда шла мировая война, то вся советская армия, первую часть войны, она привыкла отступать. Это было сформированное мышление, только отступать. Они говорили, ни шагу назад, позади, там Москва или Родина, дом. Но они вынуждены были отступать. И праведные командиры, они позволяли солдатам отступать, потому что это был фатум. Потому что какие-то силы свыше стояли над этим, и человек не мог ничего сделать. Они просто теряли, теряли тысячи и тысячи людей. И нужно было свыкнуться с этой мыслью, что мы отступаем. Нужно было петь эти песни в окопах. Нужно было как-то бодриться. Беременным надо было рожать. Они слышали сводки в своих тылах о том, что армия отступает. Какие-то ободрения, песни, фильмы. И люди все равно старались жить, кушать повкуснее, спать покрепче. Старались как-то выживать в тотальном хроническом отступлении, потому что это была битва. И особенно тяжело, когда затяжное отступление. Есть в истории войн такие понятия, как очень долгосрочные войны. Есть даже такие понятия, как столетняя война. Представляете, что это такое? Когда человек целого поколения не знает, что такое мир. Когда целое поколение не знает, что такое мир, а то и два не знают, что такое мир. Они родились на войне и умерли на войне. Это проклятие. Они познают мир и вселенную, и Бога войны. И это такое откровение. Это такой пласт истории. И я вспоминаю, потому что мы как бы вовлечены, потому что мы следующее поколение после наших отцов, которые воевали, отстояли свободу в нашей стране. И они отступали. Но потом начались какие-то сверхъестественные события, какие-то бои, которые невозможно описать естественно. Просто я уверен в этом, что если те люди, которые стояли на переломе, полководцы и солдаты, которые оставались, они бы сказали вам сегодня, что это было сверхъестественно. Прошел сдвиг и перелом, потому что небеса решили поменять ход сражения. И солдатам надо было переучиться, поменять всю систему мышления, чтобы начать видеть и позиционировать всю армию и себя самого, как наступающим и преследующим. И после того, как они уже два года отступали, как это просто сменялось, зима на осень и так далее, хлюпали, хлябали, по болотам отступали, ходили задом. А теперь надо наступать на тех же самых врагов, которые убивали, которых мы так боялись. И надо этого же самого врага преследовать в спину и не останавливаться, пока ты не настигнешь его. Вы слышите? Перелом мышления. И это не просто изменение стратегии. Это не новое задание. Это изменение всей парадигмы мышления. От наступающего, проигрывающего, пораженного, вечно кающегося перейти в победителя. Преследователя, наступающего, абсолютного победителя, который думает только так, чтобы победить. И как написано, и вышел победоносный, чтобы победить. Слава нашему Господу! Иисус вышел победоносный, чтобы победить. И когда Иисус Навин там, после этих уже нескольких поражений, Он просто шел там, народ, все, сомнения, да. Еще некоторые поражения были впереди Него. Вы знаете это. И однажды Он увидел одного мужа. Это был славный муж. Он увидел его и испугался. И Он подошел к Нему и сказал, Ты из наших? Или из неприятеля? Я не могу понять Твои формы. Кто Ты? Я не думаю, что Он стоял так... И светился. Или там были крылые так... Иисус Навин бы упал, как мертвый. И умолял бы Господа помиловать его. Это был муж. И Он выглядел как человек. И Он говорит, нет. И его одежда была простая. Но она была необычная. Потому что это не была одежда Израиля. И не была одежда врагов. Иисус Навин такой не видел никогда. Но это был воин. Воин. И Он был вооружен. И тогда Иисус Навин спросил его, Ты кто? Ты за нас или против нас? Иисус сказал, нет. Я не из ваших. Слушайте. Я не за вас. Сегодня они молятся все за Израиль. А Господь не за Израиль. Он за себя. А ты из неприятелей наших? Нет. Я не против неприятелей. И я не против Израиля. И не против тех, против кого вы. Я вождь воинства Господня. Они высвобождают по вертикали войны. А он решает по горизонтали. А он решает по вертикали. И этот муж. Он вождь. Он вождь. Он вышел, чтобы победить. После таких встреч. Ты можешь спать гораздо спокойнее. Я думаю, что этот муж являлся на переломе войны. Эти мужи приходят, когда они делают переходы. Когда они совершают обращение. Прямо в противоположную сторону. И Господь решает. До сели и дойдешь, и не перейдешь. И откинешь назад. И это происходит. И вот это мышление, которое сегодня происходит. Происходит этот перелом. И нам нужно войти в этот перелом. Нам нужно войти в этот сдвиг. И перепрыгнуть на плиту, которая скоро оставит это место. Раскол пошел. Прыгай. Или она раздавит. Или уйдет. Но это твой шанс. И нам надо перепрыгнуть. Даже если осталась последняя секунда. Даже если осталась последняя доля секунды. Тебе надо сделать гигантский прыжок всей жизни и пересечь и прыгнуть над эту сторону. Это сторона наступающих. И пошло наступление по всем фронтам. Еще были прорывы, еще были проколы. Предатели еще там делали свои дела. Разведка работала, еще были диверсии. Все. Зима пожирала, голод пожирал, случайные какие-то минные поля. Все пожирало. Это было тяжело наступать. Наступать тяжело. Иногда тяжелее, чем отступать. Потому что ты встречаешь встречный огонь. И те, кто не привык отступать, им тяжело сначала дается отступать. Поэтому ожесточенные бои на сдвигах происходят. Ибо на сдвигах есть концентрация температуры и огня. Ожесточеннейший огонь. И поэтому надо совершить перелом в битве войны. Нам надо совершить перелом. Вы здесь, нет? Это не проповедь. Это пророчество. Это не хорошее собрание. Это знак. И мы сегодня должны войти в это. Вы слышите? Взять и войти. Я не знаю, чем ты там возишься на кухне, о чем ты сплетничаешь с братьями, которые ослабевают. Я знаю, но я не хочу знать. Я хочу вариться в этих вещах. Я хочу двигаться с вождями. Не с кухонными сплетниками, а с вождями. С вождями воинств Господня. Если у меня не такая коммуникация, чтобы хорошо общаться с людьми, у меня есть доступ к другим существам. Вот здесь сегодня я хочу иметь доступ к этим существам, к вождям воинства Господня. Мы можем быть очень неприятными людьми. Мы можем быть очень неудобными людьми. О нас могут говорить, какой неприятный человек. Неужели он может быть пророком? Нам нужны эти существа. Господь думает по-другому. Я представляю, мне трудно представить, но я представляю, как выглядит этот муж вождь воинства Господня. И он вышел один. Как выглядит это воинство, которое встретил среди пустыни человек Божий. И сказал, о, это Маханаим. Никак иначе. Это ополчение Божие. И они в своих накидках, в пустыне, песок. И они встретили его и проявились. Дымка песка ушла. Они стояли и смотрели. Прямо ему в глаза. О, это Маханаим. Это ополчение Божие. Ты встретил это Микулу и потом ушло. Но оно с тобой. Когда Елисей слышал этот куриный 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 ку-ку-ко от своего гьезия. Учитель, мы все еще здесь будем находиться. Сколько нам еще здесь находиться? Посмотри, они окружили нас. Он говорит, Господь, открой ему глаза. Он портит воздух. Я вам посмотрел. И там были колесницы. Колесницы. Тысячи тысяч, как колесниц. На конях. Ангелы на конях. Вы представляете? Слава! Нам нужно быть с этими существами. Аллилуйя! Слава! Вынес свобода Бога эти существа. Когда Бог взял человека, и он просто шел и общался со своими братьями. При реке Хавари. Вдруг открылись небеса, и я увидел видение Божие. И вот великий шум шел. И колеса. Одно в другом. Полные очей. И шум открыли. Такой большой шум, что все люди разбежались. Один пророк был в видении. И они мелькали туда и сюда. И Бог стал водить его глубже. Он увидел лица львиные. Он видел орла, видел тельца и видел человека. Их ноги были, они были как человек, но копыта были как у животного. Двумя коламы закрывали, двумя летали. И дух их был в колесах. Не в них самих, а дух был в колесах. И колеса были под ними, и они поднимались, и колеса поднимались. Они опускались, колеса опускались. Куда они хотели следовать, туда шли колеса, потому что дух животных был в колесах. Дух животных был в колесах. Скажи, колеса. 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 Почему колеса? Небеса – это самая статичная вещь на первый взгляд. Но она самая непредсказуемая. И вы знаете, что у престола есть колеса. Зачем престолу колеса, если он собирается быть на месте? Престол переходит, и он двигается. Это тайна, потому что это все до престола. А после престола было подобие сидящего, от которого сходила радуга, молнии, землетрясения, голоса. И это была слава. Слава Божия. Человек, Сын Человеческий, увидел при реке, при этой реке, грязной реке Хавария, среди этих трусливых людей, которые разбежались, он стоял, ему отверзвясь в видение Божие. И он увидел это. А что сегодня с тобой, мой друг? Это же Библия. Твоя Библия. Твоя Библия. Твоя Библия – твой. Твое средство для достижения славы. Все, что написано в твоей Библии – это только тебе. Это твоя личная Библия. То, что Бог тебе дал. Я думаю, что, я надеюсь, что в твоей Библии такие же истории, как и в моей. Поэтому это возможности. Я понимаю, что нас научили слушать великих евангелистов, когда мы уверовали. Я понимаю, что нас учили думать, как они. Но сегодня Бог сдвигает. Он хочет, чтобы мы перешли в наступление. Чтобы мы перепрыгнули пласты. Перепрыгнули эти сдвиги. И сиганули на другую сторону. К вождям. Войнство Господне. Ты можешь кричать. Я теряю кухню. А как мой завтрак? И куча голосов визжит. Так мне что, завтра на работу не идти? Я не знаю. Это твои проблемы. Серьезно. Я не супасовское служение, но я тебе скажу, это твои проблемы. Я не буду тебе объяснять это, потому что это не объясняется. Ты в это входишь или нет. А как по поводу социалок? Слушай, завязывай с этими вещами вообще. Просто вообще. Доверься Богу. Господь обещал одевать нас и кормить. Иисус Господь. Слава. Поэтому наступление по всем вольтям, по фронтам, даже если это затяжная война. И мы должны сегодня перейти. Переходит период наступления. Перелом в наступление. И мы должны по всей линии фронта начать наступать. Наша линия фронта достаточно большая. Враг не знает, как нас мало. Он только видит, как много Бога. Если мы ходим в вере. Все, что Он видит, это огромную огненную стену, которая прет на Него. Если мы ходим в вере. И там не важно, сколько нас. Важно, что огненная стена прет на Него. Даже если вас немного, но вы ходите в апостольской вере. Вы сдвигаете весь фронт вашей страны. Вся Монголия может сдвинуться. Вся Азия может сдвинуться. Вся Сибирь может сдвинуться. Если мы начнем выходить в эти сдвиги. И нам надо начать наступление по всей линии фронта. Поменять мышление отступающих, пользующихся кухонными богами. Надо бросить кухонных богов. Надо перестать прятать их под теплое место. Вот здесь надо перестать обманывать папу, что ты их не брала. Зачем ты взяла, доченька, эту мерзость с собой? Ты же умрешь при родах. Они помогут тебе. Покинь это место без этой мерзости. Давайте будем перестать играть в кухонных богов. Иисус Царь. Вы взяли это? Перелом наступления по всем фронтам. Давайте мы уедем с этой конференции. И мы пойдем вернуть корону Царю. В каждом нашем месте нам надо отдать корону. Аллилуйя. И мы пойдем наступать. Везде, где бы мы ни были, мы будем наступать. Аллилуйя. Слава. Наступайте. Хватит вариться в себе. Вас дайте Богу славу. Вчера мы говорили о вещах, когда и раньше говорили о том, что надо что-то закрыть и что-то открыть. И сегодня пришло откровение. Я поделюсь свежим просто, чтобы нам иметь это измерение и можно было слышать прямо сегодня Святой Дух. Человеку Божию подходит ангел, который дает два ключа. Одни двери, говоря, одни двери нужно закрыть. Так как оттуда исходит зло, некогда их открыли и некому их закрыть. Ух ты! Неужели некому? А пасторский альянс что, не может закрыть? А епископы, которые обращаются в Думе, что, не могут закрыть дверь? Давайте напишем письмо все вместе чиновникам. Может быть, они сжалятся над нами и примут решение с печатью. И ангел говорит, некому их закрыть. Второй ключ для того, чтобы открыть другую дверь, откуда будет исходить благодать. Есть силы, которые не дают закрыть одни двери и открыть другие. Ты знаешь, как это сделать. Тебе даны ключи. Ангел уходит. Человек Божий направляется к дверям. По пути присоединяются братья. Вот то, что мы сегодня с вами должны получить. Бог дает нам ключи. И то, что сегодня я продолжаю здесь, это соединение с существами и наступление по всем фронтам. Простое человеческое, но пророческое задание. Найдите, что вам надо закрыть и закрывайте. Если вы не можете искоренить бульдозерами, искореняйте в духе. У вас есть боевое оружие. Так это делать? Есть одна проблема. Надо верить. Есть другая проблема. Надо верить. Есть третья проблема. Надо верить. Если ты не решишь эти три проблемы, у тебя нет шанса закрыть двери. Надо верить. Надо прийти к этим дверям и закрыть эти двери. Вот и все. Потому ангел сказал, никто не может их закрыть. Потому что верующих мало. Надо верить. Надо прийти к этим дверям и закрыть эти двери. Идите к этим дверям. Господь посылает нас. Идите ночами. Приходите туда и закрывайте. Не так важно, как ты будешь правильно молиться. Может быть, ты не точно скажешь формулу. И не совсем точно прочитаешь аксиому. Заклятие. Важно то, что ты вплеснешь туда веру, которая сожрет это проклятие. Закроешь эту дверь и сломаешь ключ в скважине. Вот здесь. И потом ты пойдешь к другим дверям. И там будут львы. Там будут драконы. И повсюду Василиски. И тебе надо будет подойти к этим дверям и открыть эти двери. И высвобождать. Высвобождать. Втягивать. Чтобы это притяжение вытащило их. Потому что за ними сидят силы. Вы помните то откровение, как этот человек, Божий пророк, пошел туда, в Европу, в Рим. И он открыл. Апостольскую мантию. И об этом началось апостольское движение. Этого человека они и так много знают. Его знают только узкие круги. Но когда я слушал его, и он показывал этих демонов, которых он видел на картинке, абсолютно. Мой дух свидетельствовал, что он прав. Бог не нуждается в том, чтобы человек, который может делать эти вещи, был популярен. Человек, который делает подобные вещи, не должен быть популярен. Его не должны все знать. У него не должен быть непререкаемый авторитет в теле Христа. У него должна быть биография и хорошее родословное. Он не должен быть с пятого поколения верующих. Он не должен иметь счастливую семью или несчастливую. Вообще никто не знает, кто он. И он может это делать, потому что у него ангельское помазание. Вот куда нам надо прийти и освободиться от этой шлака, которым нас накачали. Они говорят, кто ты? Сын Божий. Вы здесь сегодня? У тебя нет Оксфорда. У тебя даже нет Фуллеровской. А, у тебя даже МТИ нету. Так как же у тебя Святой Дух может быть? Но для того, чтобы открывать эти двери, только одно. Святой Дух. И вот эти три вещи. Вера, вера и вера. Аллилуйя, слава. Поэтому мы перенимаем эти ключи. Я хочу сейчас молиться. Этой молитвой вместе с вами. И сделать это вхождение через молитву. Итак, две вещи, которые мы сегодня берем. Три вещи, которые мы берем. Это существа. Скажите, существа. Не пренебрегайте существами. Не пренебрегайте их в своем мышлении. Когда вы просто не учь в этом. Нам надо всеми фибрами души верить в существа. Иисус не одинок в вселенной. И мы представляем картину неба. Такой белый престол. Но в основном корейские художники-то рисуют. Такая тень от него идет до горизонта. И три человека стоят на суде. И два ангела по бокам. Тащища. Вы знаете, как там все плотно? Как там все шумно? Как там все происходит? Какое там движение? Вот почему церковь должна быть живая. Как клокочущая вода. Как водопад. Как громы. Как землетрясения. Там совсем другой звук. И даже голос Господа. Три вещи. Голос водопадов. Голос громов. И голос землетрясений. Голос громов. И когда он говорит, то происходят чудеса. Скажите, голос Господа. Эти три вещи. Это существа. Это ключи. И это наступление. Скажите, наступление. Наступление. И ключи. Два ключа, которые ты везешь отсюда. Иди, закрывай двери. Вера. Закрывай двери. Иди, открывай двери. Надо вытаскивать из истории. Надо вытаскивать то, что было вчерашним днем. Мы вчера были в этих вещах. И нам надо вытащить это. Нам нужно открыть это ключом. Нам нужно освободить это. И тот пророк, который пришел, он увидел, как два демона держат апостольскую мантию. В Риме. Там, где был казнен Павел. Там, под землей, два огромных демона держат на цепях апостольскую мантию. И он освободил ее. И началось движение, апостольское движение. Учителя стали, проснулись и стали учить на другую тему. Пророки проснулись и стали пророчествовать. Апостолы проснулись и стали идти делать прорывы. Потому что апостольская мантия вышла. Он открыл, открыл ключом двери. Вот что такое пророческое служение. Это открывать двери, это высвобождать вещи. И церковь призвана к этому уровню. Существа. И все это, конечно, Иисус для сомневающихся. Иисус Господь. И хочу поделиться сегодня с вами то, о чем я хотел уже давно делиться, но не решался. На этой конференции я хочу с вами поделиться. И зачитаю из Библии, из Божьего Слова, Священных Писаний об Абрааме. Когда Абраам возвращался после поражения Кедурла Амера, и царей бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Аврам от Бога Всевышнего, владыке неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Авраму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Аврам сказал царю Содомскому, поднимай руки мои к Богу, Господу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремни от обуви не возьму из всего того, чтобы ты не сказал, я обогатил Аврама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной, АНР, Эшкол и Мамрий, пусть возьмут свою долю. Слава нашему Господу! И время назад было откровение. Еще два раза мы переживали посещение Мелхиседека. Одно из них было в июле 17-го года. И он не сказал, что он Мехиседек. Он сказал, что он царь Солимский. Даже он не сказал. Он кое-что передал. Огромный дворец выходит статный мужчина очень высокого духа. У него встреча с Божьим человеком, она будет проходить за закрытыми дверями. Неизвестно, сколько прошло времени, Божьим человек выходит, и на нем другая одежда, и перстень на пальце, и на вопрос, с кем была встреча, ответ – царь Солимский. Это вызвало восторг и чувство, которое трудно описать. Была радость с трепетом. Когда мы читаем, и потом было посещение еще. Это было в феврале, совсем недавно, в 18-м году, когда Мехиседек снова обращает на себя внимание и хочет, чтобы мы вошли в этот колодец. Как это потрясающе, Мехиседек. Подумайте об этом. Какая пища, какая пища, Мехиседек. Авраам – отец евреев, первый еврей, странник. Отец Израиля. Весь Израиль в его чреслах. Он еще Авраам. Исаака нет. И он двигается, когда захватил царей, отвоевал лота. Со своими 300-ми воинами, которых он обучил военному искусству. И в ночи бросился и одолел. И вот он идет с огромной добычей. У Авраама есть все. И еще плюс добыча. Он отвоевал лота с женами, с детьми. И идет с этим огромным количеством завоеванной добычи. Возвращается. После ночи полностью. Цари в кандалах. В плену. Женщины, дети. Воины. Много убитых. Авраам идет уставший. Исса сражения. Я смотрел эту картину средневекового художника, как он показывает Авраамов в воинских доспехах. Я думаю, о-о-о-о-о. Мой Авраам. Такого Авраама я еще не видел. Он не был с палочкой, с длинной неудобной одеждой. На которую можно наступить и упасть и разбить свой носик. Он был в воинской одежде. Авраам, воин! Вы такого не видали. Я вам говорю. Авраам! Весь меч в крови. Сколько голов слетело от руки Авраама. Сколько сердец было пронзено мечом Авраама. Потому что он сам шел впереди. Исек, исек, исек. Это мой Авраам. Это мое откровение Авраама. Амилхиседек священник. Мы-то думаем все наоборот. А это вот так. Авраам воин, амилхиседек священник. И священник выходит к нему. Царь Салима. Царь праведности. Без родословный, без начала дней, без отца и матери. Существо. Выходит существо, которое дает чин выше, чем Израиль. Выше Ааронова священства. Господь, царь народов. И Христу Боже был отдан чин. Не дитя Израиля, а по чину Милхиседека. Потому что у него не было еврейской крови. Авраам начал еврейский род. Амилхиседек был, когда Авраама не было. Уподобляясь Сыну Божьему. Имея священство неприходящее. Потому Христос на небесах не от Аарона, от Иуды по плоти, но от вечности по Милхиседеку. И Господь сегодня втягивает и привлекает наше внимание к чину Милхиседека. Зачем? Чтобы подняться над всем. Очень опасная ситуация. Авраам смотрит, кто идет к нему муж. В одеянии священника. Закона не было. Не было десятословия. Как ты светишь? Кто тебя научил светить Бога? Как ты приносишь жертвы? Кого ты там приносишь? Ты знаешь, Авраам. Потому что ты приносишь так же, как я. Потому что есть Тот, Кто тебя научил. И я знаю Его. Он был священник того же Бога, Который говорил голосом к Аврааму. Они были от одного Бога. Аллилуйя! Что же ты вышел ко мне, Если ты такой великий человек? А вот что. Я принес тебе Хлеб И вино. И он достает ему это. Хлеб и вино. Знаете, господа, Это даже невкусно. Хотя бы масло добавить, Оливок, Миску немного. Нет. Хлеб и вино. Чисто. И он дает ему эти символы. Авраам должен был Сдвигать свое мышление. Потому что это первый раз. Но он уже видел день оный. Ему Господь показывал небесный град. И сейчас он здесь, Весь меч в крови. Сзади плененные воины. Это как назойливая муха Привязался с садомлянин. Которого еще после этой встречи Надо будет снова поставить на место. Он тут как тут постоянно. Вы знаете, что эта история Начинается с садомского царя вообще-то. Сначала он пришел к нему. И потом после надо было с ним заканчивать. Но это не важно, Как атакует нас сатана. Важно то, Что у нас есть эти встречи. Нам не важно, Сколько много сатаны И отвлекающих маневров. Нам важно то, Что это было Эти мгновения встречи. Они стоят всего. Потому что это законодательство. Человек уполномочен небесами. Все. Встреча была. Печать стоит. Господь знает своих. И он берет. Он открывает в себя свой дух, Чтобы принять это. У него все сдвигается, Потому что по его культуре не так. Надо принимать. Надо мясо. Нужно другое. Он принимает этот хлеб. И вино. Вкушает его. Пьет. Доверяет. И переживает. И то, Что он пережил, Повлекло его отдать Десятую часть От всего того, Что он имел. Это было первое десятина на свете. И он понимает, Что он делает сейчас то, Что он не понимает. Но он пророчески увлечен В тайну. Вихор утаскивает его. И вопиет. Леви ищресл. Дай десятую часть. И он дает ему от всего. От овец. От верблюдов. От коз. От золота. Серебра. От одежды. От рабов. От рабынь. Отделяет от всего Десятую часть. Занимается этим не один час. Сам все проверяет, Чтобы никто ничего не украл. Чтобы никто ничего там Не прозевал. Идет все. Все серебро. Так. Золото все. Пересчитывает. Все. Делает сам. Не один час надо было этим всем заниматься. Отделяет это сокровище. И отдает на их вместе. Среди их стоит. И ждет. Принимает. И уходит. И исчезает за горизонтом. Встреча. Ни одного лишнего слова. Я сегодня хочу учиться этому. Я хочу быть как Авраам. И я хочу быть как Нахиседек. Писание умалчивает. Было это существо. Или это был человек. Когда Павел толкует это в римлянам. Павел толкует это в римлянам. Не автор послания римлянам. Ой, простите, евреям. Павел толкует это в евреям. То он еще больше запутывает нас. Потому что это не важно. Есть ангельское помазание. Если я выступил в ангельском помазании. И сделал работу. И ушел. И ты не знаешь был ангел или человек. Разницы нет. Там просто напишет некто. Это не важно. Они хотят спросить мое имя. Зачем тебе мое имя? Оно чудное. И он остается некто. Потому что все внимание надо сквозь него. На Бога. Потому что иначе он начнет поклоняться. Как у них там день Михаила. День Гаврила. День Рафаила. Насколько надо быть слепым, чтобы придумать эту ерунду. Вы здесь сегодня? Но там же большая динаминация. Как ты можешь такое говорить? Неужели эти тысячи людей глупее, чем ты? Представь себе, да? Это так. Потому что откровение. Здесь просто вот эти три вещи. Верить, верить и верить. Вот и все. Что здесь еще взять? Нам нужно понять, что ему отдать. Когда мы встречаемся с существом. Или мы встречаемся с некто. Или с мужем. Или с судьбой. Или с тем, что мы еще не знаем. А Бог будет нам давать эти встречи с тем, чего мы не знаем. Мы не должны поступать, как все. И копаться в голове, как поступают все. Звонить, писать смс, чтобы тебе посоветовали, что тебе делать. Если и ты позвонишь мне и скажешь, что тебе делать. Я заберу у тебя эту награду. Я приду и скажу. Уходи. Это мое. Я же тебе посоветовал. Поэтому это мое. И это существо переходит в мою сокровище. Мы вообще нормально здесь себя чувствуем? Вы странные. Мы все здесь странные. Если вы здесь, вы странные. Я знаю, когда это ляжет на YouTube, это будет очень странно. И я счастлив от этого. Меня это не пугает вообще. Абсолютно. Потому что я знаю, куда я иду. Особенно сегодня с тем, что там творится. Аллилуйя. И нужно понять, что ты можешь дать. Это серьезное решение. Потому что тут тебе никто не поможет. И Авраам должен был принять. От того, что тебе приносит, это новое. Это нечто. И ты встречаешься с этим нечто. Это может быть боль. Это может быть обрушившаяся ситуация. Ты просто встречаешься с этим. Оно не должно тебе нравиться. Я не думаю, что это был приятный человек. Я не думаю, что эта встреча несла позитивные эмоции. Это не имело значения. Это была судьба. И он принял. Нам надо научиться принимать. Принимать в свое сердце. Он открыл свой рот и стал кушать этот хлеб. И пить это вино, не боясь, что оно может быть отравленное, чтобы забрать его богатство. И потом он решил дать. Мы должны иметь помазание. Мы должны иметь помазание даяния. Мы должны иметь мышление, которое дает. Человек Божий дает. Человек Божий дает. Он не берет. Он дает. И это измерение нужно перейти в наступление, жадненькая сестра, жадненький брат. Перейди в наступление и начни давать. Как мне рассказывала сестра одна, что она была у пророка настоящего. И он читал мысли. У него был дар, слово знание. Он слышал мысли человека. И говорит, мы пришли, там был брат. И он пророчествовал людям. И подошел к одной сестре и говорит, ох и жадная же ты, сестра. Харизматы трещат по швам. Харизматы мрут, как мухи от таких пророчеств. А он был настоящий пророк во имя Иисуса Аминь. И он говорит, ох и жадная ты, сестра. Ну правда. Пророк же правду видит. Может быть в слове мудрости не научен. Как высвобождать правду. Но тогда надо у харизматов поучиться года три в библейской школе. Мы, если что, напишем им про это. В комментариях. Он поворачивается к ней, она думает, как он так ее оскорбил. Как же она теперь будет. Так опозорил ее. Он поворачивается и говорит, да, сестра, но она сильная, поэтому может понести. Иисус царь. Или как брат мне рассказывал, у них пришел пророк тоже. Он лидеров привел своих под рентген. А этот дедушка плачет все время. У него прямо здесь такие рытвины уже от слез. Он крещенный радостью, как он сказал. И с этого времени не может остановиться. Все время восхищается. Даже во снах. Я сам, когда начал в этом доме, слышал, как он поет во сне и молится. И он лидеров своих туда, это он мне рассказывал, привел, чтобы под рентген пророка пропустить. Он подходит и говорит, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрел человеку в глаза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот пророк. Вести себя, конечно, не умеет, как на конференциях ведут. На первых рядах заседатели. А вот видеть может. Представляешь пророчество? Вот так прямо и записывай. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо перейти вот сюда. Понимаете? Перестать играться в таблицы. В таблицы Менделеева, в таблицы умножения. Золото это золото. Свинец это не плюмбум, это свинец. В Библии это сокровище. Нам надо перейти, совершить это наступление. Бог благослови нас. Я буду заканчивать. Я просто хотел поделиться этим. И Мелхиседек, царь народов, который больше всего. И Иисус принял от него священство по чину Мелхиседека, чтобы быть родным народом. Когда было цунами в Японии, там, ряд лет назад, мы поехали в Японию. Я хотел встретиться с пастырями, и потом мы еще раз были там в Японии. И мы встречались с одной женщиной, японкой, которая имела общение с людьми, которые пострадали при Фукусимии. И она рассказывала, что одна женщина переживала, как ребенок посещения Христа. Христос приходил к ней постоянно, каждый день. Посещала ее. И когда он к ней приходил, она была восхищена тем, что Иисус приходил и говорил на чистейшем, древнейшем диалекте Японии. Она сказала, что так японцы уже не разговаривают. Это был древний диалект, редчайший. Она его знала по определенной иронии судьбы. И она говорит, у него был безупречный японский. Иисус был настоящий коренной японец. И это ее восхищало. Это был знак, что он вошел в ее сердце. Она слушала настоящего японца. Такая красота. И поэтому мы говорим, когда мы тогда служили на Кавказе, тоже в Нальчике, вот здесь наш брат Саша, мы познакомились с Кабардинской церковью. И я был на их собрании, попросился, чтобы быть. Я спросил, почему вы разделились, почему вы ушли от русскоязычной церкви? Потому что мы устали, мы хотели слушать наш язык. Как это красиво петь по-кабардински. Наш язык очень красивый. Мы хотели слушать проповеди на Кабардинском. Мы хотели читать Библию на Кабардинском. Мы хотели петь на Кабардинском. Потому что она смотрит такой прекрасный. И нам не давали, нам смешивали. И мы вынуждены были отделиться. Я говорю, Иисус Кабардинец. Сто процентов. Иисус Кабардинец. Там, где вы есть, называйте Иисуса тем, кто Он есть. И для меня, конечно, большая радость тоже о том, что Иисус Литовец. Мы это поняли неделю назад. Вот что такое чин Мюрхиседека. Вот что такое чин Мюрхиседека. Иисус Тот, кто Он есть. Сущий от начала, как и говорю вам. Абрам видел день Моя и возрадовался, сказал Господь. И когда пришли к Нему язычники и сказали, расскажи нам. Он сказал, ныне исполнилось Писание. Потому что Иисус вошел в чин Мюрхиседека. И теперь Господь есть Бог народов, всех народов по чину Мюрхиседека. Это сделал Иисус. И Мюрхиседек сегодня здесь. Это измерение здесь. Второе откровение настолько серьезное, что я даже боюсь его оглашать. Может быть, позже оглашу. Вы меня простите. Оно очень личное и очень серьезное. И то, что было в июле в прошлом году, я долго думал и варился в этом. Все это время. Больше, чем полгода. В этом измерении. Почему Мюрхиседек? Господь, что Ты хочешь открыть? Что Ты хочешь еще, чтобы я понял? Сколько еще уровень дна мне нужно пробить, чтобы мне наделиться? И он благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего. Благословен Бог Всевышний, который принял врагов Твоих в руки Твои. То, что происходит с Израилем, и то, что произойдет. Все враги будут положены. Враги Израиля будут положены. И мы счастливы от этого. Слава нашему Господу. Но Авраам дал ему десятую часть из всего. Это то, что будет делать Израиль. Для язычников также. Здесь не в десятой части дело. Но Церковь Божия также ждет от Израиля. Мы ждем. Она ждет от Израиля этой славы, которой он поделится с ней. И сказал царь Содомский Аврааму, все, смотрите, что произошло. Все. У вас закончена встреча. Все. И снова он. Все. Этот забрал десятую часть и скрылся. И сказал царь Содомский Аврааму, чувствуете голос змеи? Как в третьей главе Бытие. Отдай мне людей, а имение возьми себе. Такое часто на пасовских собраниях. У тебя сколько ашеров дашь на конференцию? Ты за аренду будешь платить или я за билет? Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимай руку твою к Господу Богу Всевышнему. Руку мою, владыки неба и земли, что даже нитки и ремни от обуви не возьму. Из всего того его, что бы ты ни сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что сели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной. Авраам распознал, победил замысел. Он хотел осквернить его. И как нам важно сегодня очистить себя к небесному. Мы должники в одном только. Только любовь через Иисуса Христа. Рабам, варварам, скифам, свободным, иудеям, язычникам, врагам мы должники любви. И дальше Павел говорит, потому что с переменой священства необходимо быть переменой закона. И вот и заканчивается. Здесь много в римлянам, в евреям. Ибо известно, что Господь воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Милхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. С переменой священства необходимо быть переменей закона. И сегодня Господь меняет также священство. Он перезаписывает это. Перезаписывает священство. И когда священство меняется, меняется закон. Меняется порядок. Нам нужно перейти в наступление, братья и сестры. И одно знамение, которое мы сейчас услышим, вот знамение, которое есть починами Милхиседека, это сила жизни. Сила жизни. Если в Твоей церкви есть сила жизни, то Ты соединен. Если в Тебе есть эта сила жизни, когда Ты не сгибаешься под обстоятельствами, когда Ты прорываешься все равно, Тебя невозможно, Тебя можно только убить. Тебя нельзя заставить замолчать. Тебя нельзя заставить верить. Тебя нельзя запугать. Тебя нельзя остановить, потому что у Тебя сила жизни. Скажите, сила жизни. И эта сила жизни непристающая, потому что она не перестает, потому что это вечная жизнь, сила жизни. Примите эту силу жизни, раскрывайте эту силу жизни в этом измерении Милхиседека, потому что это есть знамение чина Милхиседека, сила жизни непристающая. И Он дает сегодня это кольцо, Он дает сегодня это кольцо, Он наделяет и высылает Милхиседека. Наш Господь Иисус Христос, слава Ему!